Киндеева Виктора Валерьяновича признать виновным значимым наказанием в виде решения свободы сроком на два года. Расплата за жадность. Даже на скамье подсудимых экс-командир 15-й мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Рощинском, не расстается с формой, папахой и медалями. Среди них орден мужества, и это спасает полковника от реального срока наказания. По версии следствия в части Виктор Киндеев установил собственный порядок. Хочешь премию в 100-200 тысяч рублей, делись с командиром. Большая доля – полковнику и его заму Тульману Алимагомедову. Последний в итоге приобрел две квартиры в Самаре. На банковском счете супруги комбрига следователи обнаружили 100 тысяч долларов. Впрочем, полковник не признает вины. Я не виноват, указания не давал, деньги не получал. Все это надумано, вранье и ложно. Сговор Алимагомедова со следствием. И мы это докажем. Полковник намерен обжаловать приговор в Приволжском окружном военном суде. Его зам отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Плюс суд обязал обоих вернуть пострадавшим деньги. Нынешний процесс для Самарского гарнизонного военного суда в этом году вряд ли останется самым громким. Ближе к осени здесь ждут уголовное дело Николая Ярцева. Героя России и бывшего начальника Сызранского вертолетного училища тоже обвиняют в вымогательстве премию подчиненных, а также в рукоприкладстве. Все подробности пока под грифом секретно. Прокуроры и следователи продолжают выявлять новые эпизоды.